приветствую всех на канале меня зовут наталья и сегодня у нас подготовка к декору сегодня мы с вами приклеим с разовую цепь покажу как красиво аккуратно все это сделать мы с вами украсим подставку и корону и покажу как подготовить некоторые материалы для работы если вам интересно оставайтесь со мной и приступим сегодня у меня декор яйца и здесь я буду использовать вот такую сразу вую цепь два с половиной миллиметра и по краям у меня будет 2 миллиметра вот я пробовала два с половиной тоже миллиметра но именно вот это два миллиметра смотрится намного изящнее и она немного уже поэтому она как бы огибает яйцо а это на уровне вот красный поэтому не совсем если вы работаете всегда примеряете какая цепь подходит вам больше буду использовать универсальный клей аппликатор сюда налит вот этот клей меня часто спрашивают какой клей и затем уже дальше будем делать декор и начинаю работу с того что подклею 3 цепочки многие мне задают вопрос зачем их подклеиваю можно можно сразу их на ленту но мне так удобнее если кому удобно сразу на ленту делаете на ленту я нанесла немного клея и вот сейчас все цепочки вот так края подвожу или соединяю и даю закрепиться и первую полоску подклеиваем лента где у нас вот был стык вот прямо я вижу она под самым низом у меня вот здесь у меня одно здесь вверх и я начну где-то наверное вот отсюда я нанесу клей аккуратненько так я наношу совсем чуть-чуть чтобы просто закрепить для начала цепочку но наношу на всю ленту здесь у меня все подклеилось я надеюсь да вот я беру сразу три цепочки и приклеиваю укладываю прижимаю поправляю и даю закрепиться я беру заготовку раздвигаю цепочки так слежу за тем чтобы клей случайно мне не испачкал бархат иначе будет очень трудно его убрать и наношу клей на ленту многие меня также спрашивают зачем лента вот в данном случае лента берет на себя так скажем клей и не дает растечься по сторонам я накладываю посередине и теперь вот на край не до конца не впритык белую укладываю и с другой стороны также сама вот и теперь мы подвигаем вот так пальчиками клей который между цепочками соединит их и не даст выползти за края цепочки и даем закрепиться я снова отодвину вот цепочку и наношу клей сначала наношу на середину ленты а затем вот так по чуть-чуть ее как бы распределяю здесь не надо спешить и теперь повторяю накладываю посередине и теперь вот так на край ленты не вплотную а именно на край и теперь пальчиками все сводим выравниваем и прижимаем и посмотрите как ровно красиво и аккуратно у нас получается и продолжаем работу теперь когда мы дошли вот здесь где надо состыковать мы измеряем вот так сколько цепочки нам надо и аккуратненько подрезаем всегда лучше подрезать на одну больше чем меньше чтобы потом тут не стыковать маленькие части так лучше на одну больше если надо будет отрежу или прижиму и сейчас я смотрю вот как у меня тут все укладывается ну вроде бы все вот идеально теперь я раздвигаю цепочки беру клей здесь я уже воспользуюсь аппликатором и вот так все аккуратненько наношу вот эти края все надо между собой все склеить и теперь пинцетом все это укладывать так пинцет вытираем если вдруг он в клей попал так с одной стороны все укладываем из другой и все выравниваем чтобы у нас все было идеально и даем закрепиться и пока клей у нас свежий можно вот так пинцетом пройтись и посмотреть все ли у нас ровно здесь у нас будет приклеиваться сразу шесть цепочек поэтому вместе мы их склеить не можем наносим сюда клей вот примерно там и не за 4 миллиметра чуть-чуть даем подсохнуть клею 3-4 секунды и подклеиваем красную затем подклеиваем белую и с другой стороны красный сюда красную белую белую и затем все пододвигаем вот сюда краю я заранее подготовила все края цепочек и наношу клей и клей также на нашу на цепочку вот сюда на стеночку чтобы склеить все цепочки все края между собой вот на стеночку клею даем немного закрепиться я даже аккуратно тут его убираю и начинаю подклеивать можно красную так что тут торчит ничего белую и еще одну белую немножко неудобно под камерой вот сюда сейчас разверну и вернусь к вам и вот показываю расположение вот здесь у нас один стразик посередине затем красный с другой стороны красный белый и белый и все пододвигаем чтобы у нас подклеилась в итоге у нас получается одна цепочка короче чем другая и здесь не 6 цепочек вот здесь 6 цепочек а здесь подклеена кверху всего лишь пять раз два три 4 5 1 вот со стразой вперед получается одна больше вот один край цепочки и 2 и даем закрепиться и теперь когда он нас вверх цепочек подклеился мы продолжаем также как подклеивали первую сторону наносим клей распределяем его берем среднюю цепочку красную укладываем посередине и пододвигаем к ней белые цепочки и теперь пальчиками все соединяем клей остается внутри ничего у вас не испачкается продолжаем работу вторую сторону мы также подводим все цепочек цепочки подрезаем вот так аккуратненько наносим клей и все подклеиваем работать надо очень аккуратно чтобы случайно не испачкать бархат иначе клей снять будет очень сложно все выравниваю и даю закрепиться пинцетом вот так проводим смотрим все ли ровно если у вас больше то неровно будет цепляться вот у меня все ровненько и также обрабатываю вторую часть у меня яйцо будет украшены филигранью и здесь будут вот такие стразы они неровные и чтобы более ровно все садилось и я вот эту серединку вырезаю и когда я посажу камень вот то он хорошо садится вот серединка вот она прямо сюда уходит для этого я беру филигрань и просто ножницами вот это вырезаю у меня ножницы специально для стразовой цепи для всего вот этого металла конечно режется трудно лучше использовать кусачки какие-то но все же это можно все порезать вот вы видите все это не так легко идет ну ничем страшного вот сейчас покажу что делать дальше так возьму кусачки вот эту штучку мне надо на другую сторону ее протолкнуть сначала ее надо убрать совсем многие говорят что ручная работа это раз-два и сделано увидеть совсем не так вот все это все и теперь вот здесь образуются вот такие как это сказать поверхности неровные вот это вот все надо загнуть в середину вот туда чтобы у нас ничего не мешало стразе неровно лечь и немножко вот так отгибаем вот что получается ой извините теперь мы придаем форму филиграни и вот она у нас ровно вот так ляжет и стразина у нас вот здесь будет и затем мы задекорируем с разовой цепью филиграни я подготовила 10 штук так как у меня пять сторон будет украшена сверху снизу и сразу покажу размера вот у нас получается где-то 45 миллиметров на 25 миллиметров и также яйцо у меня будет украшена корона и корона два сантиметра ну на два и здесь я уже подготовила такие стразовую цепь звенья 8 звеньев как раз по размеру и буду подклеивать ой извините что-то у меня сегодня все не так так все есть я просто отмерила сначала и сейчас вот по этим граням подклею красную цепочку так как у меня красное яйцо всего должно быть в цвет беру цепочку и вот так аккуратненько наклеиваю вот как все аккуратно получается затем следующую и так продолжаю декорировать и также у меня будет красной цепочкой и стразами задекорирован вот этот подсвечник именно на чем будет яйцо стоять и продолжаю подклеивать все вот эти грани у меня есть вот такие страза брала у виктории шикарные просто я в восторге и буду подклеивать эти стразы вот сюда между вот между стразовыми цепями так так чтобы меня не упало ничего наношу клей и подклеиваю многие девочки спрашивают у меня а дорого ли все получается ну что могу сказать не дешево но учитывая то что мне не надо бегать по магазинам что у меня все подобрано все цвета все то мне это очень удобно виктория мне все подбирает все и ткани вот все что вы видите здесь все подобрано все как бы вот и вы видите как красиво смотрится и так я подклею все вот эти грани вот что у меня получилось и у меня тут камешек такой овальный есть хотя сюда круглый надо у меня не было он был в цапе я его сняла и сейчас нанесу сюда клей нанесу достаточно много клея чтобы склеить все вот эти цепочки на макушке вместе и посадить сам камень вот видите там очень много клеем вот и теперь вот так аккуратненько посажу камень и вот что у меня получилось отправляю корону сушиться и пока моя корона сушится я задекорирую подставку подклею по вот этим выступающим гранем стразовую цепочку ну и затем еще украшу стразами конечно же лишнее все подрезаем как я уже говорила всегда лучше отрезать на одну вот эту на одно звено больше чем меньше потому что одно звено можно пододвинуть а если вы отрежете меньше то придется вам как-то потом все это добавлять совмещая все края добавлю еще чуть-чуть клея чтобы ничего не совместилось и последние звенья подклеиваю и удобнее сразу отмерить сколько цепочки вам надо и отрезать и сразу подклеить они так как я тут подклеивала и постепенно наносила клей вот можно нанести клей сразу на всю поверхность взять цепочку и сразу подклеить вот так намного удобнее и конечно все края совместить и декорируем все что вы считаете нужно и конечно покажу размеры страз получается 12 миллиметров на 3 миллиметра ну вот такие вот маленькие часто спрашиваете про размера также я решила вот задекорировать вот тут очень красиво смотрится эти страза вот и что-нибудь еще потом вниз придумаю вот и продолжаю и также еще вот такие каплевидные стразы вот они решила вот так все происходит в процессе нанесла клей сразу не приклеиваю вот теперь приклеиваю и поправляю и продолжаю работу и переднюю сторону подставки я решила украсить филигрань и я ее подогнул и вот сюда приклею и украшу стразами так и сразу покажу размерах вот моя филигрань размера идет 55 миллиметров на 15 сгибаем филигрань вот я уже приноровилась вот так пинцетом чтобы ногти не ломать вот что у меня получилось и сейчас я прямо посажу ее она будет ну хорошо держаться вот она как будто вот как будто колечко одевается и еще я ее приклею вот по этим сторонам чтобы все хорошо держалась вот она и так хорошо держится но я чуть-чуть вот отодвину и вот сюда нанесу клей чтобы ее уже хорошо подклеить хотя держится отлично там будут страза и ничего видно не будет вот что получается вот сюда на филигрань я приклею вот такой камешек он тоже не ровный но очень хорошо садится вот в это отверстие прямо как будто там он и должен быть поэтому я наношу клей так много клея даю клею немного закрепиться и вот туда сажаю камень посмотрите как красиво и по бокам я еще приклею маленькие камешки и также я наклеила еще несколько светлых страз так как у меня в докуре яйца тоже есть вот эти белые страза ну что ж думаю на сегодня все иначе я вас замучу урок будет долгим и нудным сегодня мы с вами украсили яйцо украсили подставку и конечно корону и в следующем видео будет окончательный декор хорошего дня вам творческих успехов и до скорой встречи пока пока